Акриловые, шерстяные, шелковые нити. В преддверии холодов каждая модница мечтает пополнить гардероб теплыми новинками. Встает выбор, какая пряжа теплее, качественнее и безопаснее. Нити из шерсти животных всегда были вне конкуренции. Будет действительно зимой в этом тепло, хоть и тонкое. И у нее такие хорошие свойства, поскольку пряжа натуральная, то это, например, в этой пряже ты не будешь потеть. Не будет какого-то эффекта термоса, а будет постоянно продувание и сохранение в то же время своего естественного телесного тепла. Альпака – непростое животное. Отсюда и такие уникальные свойства пряжи. Парнокопытные из семейства верблюжих обитают в высокогорье Ант, где животные выдерживают сильную жару днем и пронизывающий холод ночью. Одежда из этой пряжи – особый шик. Она хорошо подходит для детей. Так же, как и пряжа с добавлением шелка. Шелк на самом деле греет. И он обладает различными тоже хорошими свойствами. Это также гидроскопичность. Это пряжи не пеленгуются абсолютно. Никогда не будет никаких катышков. Ее удобно стирать, ее удобно сушить. За ней легко ухаживать. И даже, возможно, машинная стирка. А вот нити из овец или яка более жесткие и колючие и больше подходят для носков. Традиционный способ вязать носки пятью спицами оказывается устарел. Для этого можно применить всего три на гибкой леске. Мы вяжем быстрее. Тут была бы еще спица, еще спица. А так это две спицы. И вяжется оно и быстрее, и качественнее на стыках. Вот. И вяжется оно интересно только одной спицей. Такой гибкой, интересной спицей. Можно попробовать. Конечно. То есть мы берем так же, как и предыдущие четыре, только две. Да. И пошли так же по кругу. Да, по кругу просто набирай. Причем один кончик есть острее, а другой тупее. Для чего? Ну, для более тонкой пряжи острее. Для более вот такой, это можно тупую. Для каждой толщины и структуры нити свой размер, длина и материал спиц. Из металла и пластмассы, березы, бамбука и оливкового дерева. Лучшие спицы в мире делают в Германии на семейном предприятии. Гладкость каждой там проверяют вручную. Такими инструментами работать одно удовольствие, говорят заядлые вязальщицы. Во-первых, человек успокаивается, когда вяжет. Во-вторых, это здорово, когда все время думаешь о чем-то. То есть мозги всегда заняты. То есть не пустотой какой-то, а какой-то там узор, что-то сама придумаешь, что-то там откуда-то еще можно. Из какого-то журнала можно, из интернета. Ирину научила вязать бабушка. С тех пор с нитками и спицами не расстается. В трудные времена это был дополнительный заработок. Теперь вяжет для детей и внуков. Считает, такой навык полезен каждому. Начинаете замерзать? Одолела осенняя хандра? Или нечего подарить близким? Клубок ниток и спицы решат все эти проблемы. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».